В этом случае, когда мы увидели что-то с вашими странами принадлежать в своем мир, мы принадлежим, как я делал обернано, которые мы имели. Когда мы делали интернет, мы исследовали комментарии, что они говорят, что они очень много. Поэтому, если кто-то не хочет, если кто-то хочет, если и нет, то мы поймали его. Это очень много. Когда мы везде, мы смотрели на интернет, мы знаем, что они не вопросы. Я там очень долго учился с этим, в 2014 году, хиджаб таллир аспа. Схуджиа бахан дала, садам хульшдар сюах бах. В один день вы отобрали у меня все бах. Там нас не заставляли насильно оплачивать, о рейзе дурш лушдари ахч бах. Даже если у тебя не было возможности оплачивать, их директор оставлял ученика обучаться бесплатно и никто про оплату и не напоминал. Мы платим 4 тысячи рублей с большой благодарностью. Эти деньги платят не дети, а родители, чьи дети туда ходят. Ребенок получает бесценное знание. Если кто-то не в курсе, коммерческое обучение само собой подразумевает плату за обучение. Я как родитель была готова платить. Следующий. Это такая помощь всем, кто хочет знания в чтении Корана. Платят им не под дулом пистолета, а те, кто на самом деле хочет. Эти центры находились в такой доступности по местоположению, времени и качеству. Не уступали многим другим. Следующий комментарий. На что жить этим преподавателям? Они эти деньги заслуживают. Следующий. Что предлагается взамен этим учреждениям? Если ученики и родители не будут оплачивать их время и труд, то кто тогда? Как они будут покрывать свои расходы и давать качественное образование? Почему нельзя давать оплату за обучение? Это противозаконно или это взятка? Или это грех в религии? Просто непонятно основание данного решения. Если вы хотите до этого вопроса, то есть и не уступайте обучение? Примерно не уступайте обратно, если что-то это за обучение, то есть это не уступайте. Ты не уступайте обратно? Добро пожаловать на наш канал. 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 Добро пожаловать на наш и на наш канал. Добро пожаловать на наш канал.